привет всем с вами канал марос лайф и сегодня для вас пишу очень полезное видео особенно она поможет тем людям которые впервые собираются ехать чехию но и в принципе поможет наверное тем людям которые уже ездили в чехию чтобы сравнить предыдущий свой опыт и текущий или будущий так дальше ребят короче сегодня будем считать сколько же нужно денег для поездки в чехию поэтому подготовил тут списочек будем сегодня все это просчитывать погнали и так друзья первое из чего нужно наверно начинать это пакет документов если кто не в курсе мы занимаемся сейчас трудоустройством мы создали группу в телеграме под видео в описании эта группа пожалуйста заходите смотрите вакансии так вот ребят это первое что нужно наверное приглашение получить кто-то за него платит деньги кто-то получает его бесплатно я же скажу что мы делаем на определенные вакансии пакет документов бесплатно то есть полностью получаете его под ноль но единственное условие это залог 50 евро то есть что это за 50 евро это грубо говоря те деньги которые вы оплачиваете нам на нашу там украинскую либо чешскую карту без разницы если вдруг у вас какие-то прошли изменения вы передумали ехать либо еще что-то на эти деньги просто платим агентуре как штраф за те документы которые делаются для вас если же вы приехали в чехии отработали весь срок три месяца приехали обратно в украину написали нам то мы вам возвращаем эти деньги без всяких проблем абсолютно переводим обратно на карточку и по итогу вы получаете документы бесплатно то есть вот такой вот залог сразу объясняю чтобы были в курсе и понимали как мы работаем почему эти деньги мы берем и что это вообще за деньги для чего они нам нужны поэтому мы сразу их внесем стоимость потому что их нужно где-то взять эти 50 евро чтобы отправить допустим для тех же документов то есть это у нас будет 1600 гривен поэтому так и запишет 1600 гривен этот старт за документы следующие затраты которые нужны будут вам для того чтобы поехать в чехию это 12 евро сервисный сбор который нужно оплачивать перед посещением визового центра 12 евро это обязательное условие после чего вам назначают дату то есть звонит вам оператор договаривается с вами дате посещения визового центра вы приходите туда там уже нужно при себе иметь весь пакет документов ксерокопии и так далее более подробно опять же тоже мы рассказываем что нужно в нашей группе на самом начале можете представить эту группу в телеграме и там все полностью расписано если нет и стали какие-то вопросы пожалуйста пишем задаем все это расскажем потом визовом центре вы должны оплатить еще консульский сбор 35 евро то есть грубо говоря 12 плюс 35 евро эти все сборы это 47 евро ну возьмем опять же посчитаем это 1500 1600 гривен нужно оплатить для поездки в чехию добавляем сюда следующий пункт это страховка и анкета кто-то делает этом за 200 гривен кто-то за 300 где-то стоит 85 гривен как правило то есть этот пункт который вы тоже делаете сами я взял среднюю стоимость страховка плюс анкета взял 600 гривен кто знает сколько там что стоит пишите пожалуйста в комментариях где дешевле где дороже в каждых городах свои ценники у каждых помощников возле визового центра тоже свои прайсы это сто процентов поэтому можете делиться в комментариях но я взял 600 гривен поэтому дописываем их сюда после того как уже подготовили все документы заплатили все сборы заплатили страховки и анкеты подали документы дальше что нам нужно это естественно к уже после получения визы купить билет на автобус самолет поезд я не знаю кто чем будет добираться в чехию но я взял примерную среднюю цену билета это 2000 гривен до их добавляем следующий пункт который тоже очень важный этот тест на коронавирус сертификатом с переведенным там на английский язык и он предоставляется к определенными лабораториями которые делают эти сертификаты и тесты так дальше это нужно для тех людей кто не вакцинирован стоимость составляет от 800 до 1000 гривен я взял примерную цену 800 гривен я знаю что есть такие цены на тесты это то что нужно для выезда и пересечение границы в польше венгрии тоже ребят у кого есть информация по тестам если я вдруг что-то не так говорю добавляйте пишите в комментариях какая стоимость тестов кто ехал сколько платили и так дальше это тоже очень важно и нужно кто же имеет сертификат вакцинации с определенными разрешенными можно так сказать вакцинами для чехии то тот соответственно не платит за тест может спокойно пересекать границу без тестирования предъявляет на границе этот сертификат вакцинации и вперед итак по итогу ребят мы сейчас посчитаем в реальности сколько вышло у нас всего потратить денег для первой поездки для кого-то может 2 3 так дальше на данный момент на сентябрь 2021 года с нашим пакетом документов то есть смотрим значит пакет документов залог 50 евро это 1600 гривен визовые консульский сбор это 12 35 евро это опять же где-то примерно 1500 1600 гривен страховка анкета выходит плюс 600 гривен билет автобус поезд либо самолет опять же не знаю в зависимости чем будете добираться это 2000 гривен ну и посчитали тест это от 800 до 1000 гривен взяли 800 гривен и того мы имеем 6600 гривен это на данный момент 200 евро нужно чтобы поехать в чехию именно с украины то есть ребят это те затраты которые вам нужно потратить в украине для того чтобы заехать в чехию но опять же есть тут моменты по поводу тестирования потому что у кого есть сертификат через повторюсь тот уже может не платить эти 800 гривен то есть уже экономия выходит а это уже 5 800 выходит то есть уже чуть меньше вот но и дальше уже опять же возвращаемся к тому что вы приедете в чехию отработаете полный срок своей визы вернетесь домой и мы вам возвращаем ваши 50 евро то есть это 1600 гривен обратно по итогу ваши затраты составят 4200 гривен всего а это уже не 200 евро а 130 евро это если мы убираем 5 залог 50 евро и убираем тест это если вы вакцинированы так что поэтому выходит такая вот сумма если же тест нужно делать это выходит 5000 гривен это получается что-то порядка 150 евро то есть вот такая вот стоимость на данный момент вашей поездки в чехию дальше уже когда вы приезжаете в чехию вас встречают кураторы там авансы и остальные там тесты если это нужно опять же делать зависимости того куда попадете на какую работу это все уже жилье полностью все уже считается здесь потому что вы зарабатываете здесь уже деньги зарабатываете кроны и вас уже рассчитывает эти кроны с ваших зарплат поэтому это не относится сюда к вашим затратам ну а там конечно каждый сам вправе как ему считать и кто сколько там проезд и кто там может еще что-то добавляет к этим поездкам я же не знаю я взял основные все данные которые нужны для оформления документов визовых консульских сборов и плюс дорога это самые основные нюансы но я вам хочу напомнить о том что мы делаем бесплатный пакет документов вся информация есть в группе в описании под видео заходим под любое видео видим ссылочку на группу telegram заходим открываем и там уже смотрим все интересующие вас вакансии выбор очень большой он постоянно обновляется там же есть и много подробной информации отзывов комментарии всего прочего ну что друзья вот такое вот получилось у нас видео вот такие вот посчитали мы суммы сколько реально нужно денег на сентябрь 2021 года пока что такая вот математика если у кого-то есть что добавить у кого-то есть другие ценные тарифы прайсы пожалуйста пишем в комментариях под видео очень интересно будет знать почитать уже кого-то может будет свой полностью расписанный вариант кстати давайте делитесь кто ехал ближайшее время от в августе сентябре и будет ехать сколько он реально потратит на дорогу с украины в чехию чтобы понимать правильно ли мы считаем или может что-то мы где-то упустили поэтому если видео было полезным ставим лайки поддерживаем наше видео своими комментариями репостами чтобы много людей увидела данный обзор но мы уже увидимся с вами в следующих выпусках всем удачи для новых встреч пока пока